Так, доброе утро, дорогие друзья, доброе всем утро, и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать божественную мудрость, и садитесь поудобнее, но нужно записывать, я вам так скажу, нужно записывать, потому что учение это не то, что вы слушаете, хотя это тоже очень-очень ценно, учение это то, что у вас остается после того, как вы слушаете, и вот тут очень важная вещь, у меня иногда был спор с этим человеком по поводу того, что такое любовь к Богу, да, что такое любовь к Богу, и что такое любовь к ближнему, и он доказывал, что вот любовь к Богу, это глубокое понимание Бога, это глубокое понимание, это когда человек, он, значит, понимает, что такое я Бог, всесильный твой, который понимает вот эти все нюансы его, почему он то называется, он Yutkevavke, и всего-то обязательно надо знать, чтобы любить Бога, да, а я ему пытался показать другую, другую сторону, что если ты не делаешь заповеди, простые заповеди, да, вот просто конкретно, ты не делаешь простые вещи, то сложно поверить, что ты любишь Бога, да, и вот если перенести на жизнь, вот представьте, есть один человек, он говорит своей там жене или девушке, он ей говорит, ты знаешь, или там, сестре, брату, маме, сыну, он говорит, я тебя люблю невероятно, я так тебя люблю, у меня просто вот эта вот любовь, просто она, я прям люблю тебя вообще, а тот говорит, а слушай, может ты мне чайку делаешь? Не-не-не, слушай, чайку это совсем другого, какого чайку? Ты чайок сам себе сделай, я тебя люблю, я тут любовью своей занят, вот часто бывает, что человек, он свою любовь не выражает ко Всевышнему, он может его любит, но он, например, не научился и ближним выражать любовь, и Всевышнему через действия, а он именно только умеет, как была знаменитая писательница Анна Ахметова, это шутка сейчас Ахматова, и просто эта шутка очень смешная, что Янукович был такой президент, он называл Анну Ахматову, он называл Анну Ахметова, и это очень смешно, почему-то, есть люди, которые любят, там вообще стихи пишут, все, чай перенести не могут, не могут чай перенести, это как бы не совпадает с собой, а ко Всевышнему надо выполнять его заповеди, и один из подарков, который он нам дал, прямо очень важный подарок, который он нам дал Всевышний, это чува, вот мы сейчас изучаем закон о раскаянии, мы изучили уже тут несколько нюансов, есть, например, 4 случая, когда раскаяние вообще невозможно, есть 4 случая, 5 случаев, которые останавливают раскаяние, а сегодня, значит, изучим 5, еще 5 случаев, 5 препятствий, когда невозможно полностью раскаяние, то есть, раскаяться в принципе можно, но не полностью, давайте разберемся, что он имеет в виду, первое, например, он приводит в случае, когда человек проклинает общество, но не определенного человека, и тогда он не знает, у кого попросить прощения, то есть, вот, например, какой-нибудь журналист, он говорит, вот, все религиозные, или не журналист, да, он все религиозные, все те, все те, значит, он на всех гонит, а потом, после его слов, там, другие люди, они становятся антирелигиозными, хотя он врун, он просто был врун, и он уже не может полностью попросить прощения, даже он потом стал религиозными, знаете, сколько есть журналистов, потом становятся религиозными, а есть такие самые, которые были религиозными, и стали нерелигиозными, все, кто больше всего устраивали гонения на евреев, вот Тарквимада, знаете, какая у него история, Тарквимада был великий инквизитор, кто-то придумал инквизицию, я недавно прочитал, он, значит, был такой католический священник, пионер такой, знаете, вот были комсомольские видео, такой, да, он был католический священник и монах, монах, то есть, представляете, как он плохо живется, молодые ребята, а не могут сочетаться с женщинами бракосочетанием, да, и у него вот этого надо куда-то всю эту злость девать, и он, значит, это Тарквимада, тут он узнает, когда ему было лет уже там 30, он собирался кардиналом встать, что его дедушка-бабушка, они были евреи, крещеные, а он, значит, как бы считал, что он такой испанец, все, оказалось, что он потомок Моранов, а крещенных евреев называли испанцем Морана, Морана это свиньи по-испански, да, то есть, это свинство, ну, то есть, менять веру, все, и вот, значит, Морана, вот эти, он узнает, что у него дедушка-бабушка Морана, они это все не афишировали, но до него дошло, решает он сделать вот такую вот, значит, очистить свою, как бы, репутацию, и он начинает преследовать вот этих вот Моранов, которые, значит, которые, ну, они приняли христианство, но они в тайне многие продолжали соблюдать заповеди еврести, он начинает искать татив и, значит, сжигать на костре, значит, их сжигали на костре, он там был влиятельный, все, в общем, они приняли какие-то законы, и тут он придумал такую историю, очень интересно, он придумал историю, которую, ну, срабатывает в любое время, значит, тот, кто докладывал на этих Моранам, и потом их под пытками они сознавали, что они соблюдали заповеди, получал 10% от их конфискованного имущества, то есть, если его сжигали, доказывали, что он продолжал соблюдать заповеди, то его имущество конфисковали в пользу церкви, а 10% давали, давали, значит, тому, кто на него настучал. Ну, все, и тут, конечно, а он не сознаться не может, потому что методы пыток были такие, что человек под пытками, все, что хочешь, скажешь. И вот представьте ситуацию, там, нужны кому-то деньги, он смотрит, сосед у него вот этот вот Моран, криченый еврей, он идет на него накладывает, докладывает на него, значит, идет, и тот сознается, вот 10% получив, то есть, очень легко можно было поправить свое финансовое положение. Все, инквизиция заработала, машина, тысячи людей, тысячи людей он сжигал на костре, этот торпемата. Деньги практически всегда равно влияние, он стал очень влиятельный при дворе, там, царя, царицы этой местной. И потом он решил вот этот ход конем, он говорит, все евреи Испании, если они не примут крестьянство, то тогда, значит, изгоняются без разрешения взять с собой имущество, то есть, просто уходите вообще. Они тысячи лет до этого жили, они занимали там посты, работали, бизнесы, дома, все. И он, на что был его расчет, что сейчас большая часть примет внешнее крестьянство, а внутри будет соблюдать, и тогда инквизиция уже развернется, то есть, он будет самый влиятельный человек в Испании по деньгам, по влиянию, потому что, чем больше денег, тем больше влияние. Но, по разным оценкам, от 300 до 700 тысяч ушли из Испании. Ну, а те, кто остались, конечно, стали маранами, свиньями, а потом жених, вот эта же торпемата, и сжигал на костре. Такая вот была история. Значит, тот, кто проклинает общество, он не знает, у кого просить прощения, ему тяжело тогда раскаяться. Кто участвует в дивизионах ворованного, он думает, что это не воровство. Он говорит, я же не воровал, но даже если захочет раскаяться и вернуть, кому вернет? Он же не знает, у кого вор украл. Поэтому тот, кто поддерживает вора, и тем толкает его к преступлению. То есть, здесь тоже вот такие вот преступления покупать ворованное нельзя, потому что этим самым воров толкают к преступлению. И если купил ворованное, то здесь это не прямое, но если человек уже хочет сделать шулу, раскаяние, а представьте ситуацию. Вот рассказывал воровительский Зильберг, за экраном оценке Сергея Клевраха, рассказал историю, что как-то один человек собирал деньги на лечение сыну. И потом вор-карманник украл его все эти деньги, и не было денег на лечение сына. И этот сын номер. Этот вор-карманник, который там живет по воровским понятиям, и он там себя считает таким поважаемым человеком, он в принципе убил ребенка, который, ну как бы так получилось, что вследствие его кражи погиб ребенок. И вся семья там так страдала. И вот этот вот отец, например, и мать, и бабушка, и вся семья прокляли этого вора. То есть они прямо рыдали, плакали на похоронах и говорят, пусть будет проклятым тот человек, который это сделал. Да, Всевышний, типа не забудь про него. Теперь этот вор, он раскаялся. Он в тюрьме, например, стал он человеком религиозным, понял, надо исправиться. Ну что, он думает, я в день там обворовывал три человека в среднем, да? Значит, три человека умножить на 200 в день, 600 в год. А как им вернуть всем? Откуда я знаю? Кто они, что они? И вот здесь автор пишет, что вот такой вот грех, тяжело такой грех исправить. И самому вору, как он вернет. И тому, кто у него покупал, потому что воры сами не продают же. Был кто-то, кто у него скупал это все имущество, то, что он украл. Тяжело потом сделать шок. Третье. Третье, это часто может к нам относиться, кстати. Это очень третье. Вот, казино спрашивает Максим, хороший вопрос. Казино, не знаю, нет у меня ответа на этот вопрос. Надо записать, записать, значит, вопрос. Но, по идее, казино не относится к воровству. Я так думаю. Казино не относится к воровству. Значит, написано, что тот, кто играет в казино, игрок не может быть свидетелем в суде. То есть, его слову не доверяют. То есть, тот человек, который, у него есть зависимость от игр. Он ненадежный, в принципе, человек такой. И поэтому его свидетельство, если он в суде говорит, там, как свидетель, не принимается в религиозном суде еврейском. Но, само по себе, быть владельцем казино, я не думаю, что это считается воровством. Но, что-то там есть нехорошее, точно. Да. Хорошо, теперь дальше. Третье касается очень многих. Кто найдет потерянное и не объявляет о находке, чтобы вернуть хозяину? И, желая раскаяться, не зная, чья это была потеря? Значит, по теории, если человек нашел имущество, которое принадлежит другому, то он в каких-то случаях, есть случаи, когда, например, вот находите вы на земле ключи, да, на связке три ключа, один пластиковый и брелочек. Я люблю Нью-Йорк. Это явная вещь, которую человек, первое, ищет, раз он ее потерял. Второе, он, если он ее найдет, называется эта вещь, на которой есть знак. То есть, он может доказать, что это его. То есть, вы пишете, например, найдены ключи. Звонит человек, говорит, да, да, это я потерял ключи, золотой ключик. Вы говорите, нет, не так. Третий звонит, да, я потерял ключи, значит, там было пять ключей. Вы говорите, это, значит, не ваши. Четвертый звонит, три ключа, брелочек, она в Нью-Йорк. Вы говорите, опа, на фотка, владелец найден. Все, бинго, вы выполнили заполить, вернуть потери владельцу, а он радостный, счастливый, значит, нашел то, что потерял. Если вы находите на земле, например, картофелин, вы находите, или пять картофелин, да, не в пакетике пять картофелин завязанных, потому что если в пакетике, то тут тоже он может сказать, я потерял пакетик, в котором были картофелины, завязаны узелком. А картофелины разбросаны на земле. Одна лежит, два лежит, три лежит. Тут птица какую-то уносит. Все можете забрать себе, потому что человек уже это не ищет. Теперь деньги, говорит Ярослав Лебедев. Если деньги, вы находите одну купюру на земле, там, пятьдесят, сто шетелей, разница в том, есть на этом знак, по которому владелец может доказать, что это его или нет. Например, если это деньги в кошельке, в котором лежит еще паспорт человека, тогда понятно дело, чьи это деньги. Если это деньги в кошельке и паспорт не лежит, но там лежит сим-карта, там лежит что-то, кошелек определенной фирмы, тогда владелец может доказать. То есть, смысл в том, что если тот, кто потерял, он надеется найти, и он с этим мысленно не прощался, что он потерял, значит, это продолжает быть его, и тогда нужно его искать и ему вернуть. Но если это ситуация, когда человек мысленно попрощался, он понимает, что он уже не найдет, никто ему не вернет, он никак не может доказать, там, и так далее, тогда это находка его. С этого дети начинают учить, кстати, устную тору, это находки его можно ставить себе, а эти он должен объявить и искать владельца. И с этого маленькие дети, которые начинают учить в Амиланске толнут, они начинают учить устную тору, толнут, именно обязательно с этой мишны, потому что она очень понятная, и она сразу вводит человека, ребенка, в мир ответственности, потому что вот эти нафотки ты будешь забрать себе, вот эти ты должен объявить, да, или в Мансио Чидо, в Ватсапе Ротми Фузарок, нашел плоды разбросанные, да, это уже можешь забрать себе, потому что человек их потерял, потом, ну, где эти плоды, потом начинают толнут разбирать, если это плоды, они лежат в магазине, они разбросанные по магазину, ты не будешь их забрать, потому что это хозяинам магазина принадлежит. И так начинаешь изучать подробно, значит, самый красивый, и вот, чтобы было понятно, как устроен Талмуд, логика мышления Талмуда. Задается вопрос уже в Талмуде. Хорошо, если главный признак, это тот человек отчаялся найти или не отчаялся, если это главная, как бы, разница между тем, можно забрать себе нафотку или нет. А если человек потерял, и он, когда поймет, что он потерял, он отчаится, но в данный момент он еще не отчаялся. Например, человек идет, он рассыпал эти плоды, и он с грузовика они рассыпались, а он едет, значит, ему ехать еще неделю, и у него высыпались плоды из грузовика, значит, человек находит плоды, но тот, который их рассыпал, он еще не знает, что он их рассыпал. Тогда что? Вот этот вопрос очень важный. Июш шеломидаат. Июш или не июш? Отчаяние, которое человек еще не осознал, что он потерял, это уже считается отчаянием. Эта вещь уже ничейная. То есть по какому закону человек, который нашел, может ее забрать себе? По закону такому, что эта вещь стала, в момент как человек в мыслях от нее отказался, она стала ничейной. Кто взял вещь ничейную, которая никому не принадлежит, он ее приобрел абсолютно законно, если она ничья. Но если она чья-то, то человек, который ее забирает, то он ее украл, то есть он ее забрал себе, это нельзя сделать. И вот возникает, ну тут на этой границе возникает вот сложность, да, что если человек, когда обнаружит потерю, что он ее потерял, он скажет, эх, ну потерял, потерял уже, понятно, не найду. Оп, она стала ничейной. Тот, кто ее нашел, ее приобрел. А если он не осознал, он додумает, что вещь еще принадлежит ему. Вот, я не помню, какой там ответ. Вот, там очень из этого выводится очень много законов мышления, законов собственности, законов того, законов всего. То есть там именно разбирается структура мира, да, чтобы было понятно. Тора – это структура, как работает мир. Дальше. Значит, тот, кто нашел потерянный, не объявляет о находке и забрал ее себе, а потом он хочет раскаяться. Через год он думает, нет, надо искать хозяина, а он не знает, где его искать. Уже этот хозяин уехал в другой город, переехал, все. Это уже тяжело раскаяться. Четвертый же педагогия. Именно такое слово в переводе написано – пожирает. Пожирает скотину, принадлежащую беднякам, вдомам и сиротам. Эти люди несчастны, они неизвестны никому и не знакомы ни с кем, считаются из города в город, а этот пожирает их скотину. Не зная, кому она принадлежит, он не будет знать, кому следует возместить за сожранное. Под ней написано за сожранное. Еще говорится, что здесь имеется в виду награбленное. А это значит, что грабитель прижимает бедняков за долги, до тех пор, пока те не отдадут свои земли или имущества за низкую цену. И не ведает он, что совершает преступление, потому что он говорит, я забираю свое. И последняя категория, пятая, это кто берет взятку за несправедливый суд, то ему тоже тяжело раскаяться. Значит, вот мы взяли пять категорий людям, которые, делая эти преступления, они потом, если они вдруг станут честными, если они захотят очистить свою душу, им будет тяжело раскаяться и вернуть то, что они сделали. Что получается, вот некоторые люди становятся религиозными, да, и им перестает вести. Вот я видел одну историю своими глазами. Он, значит, стал религиозным, был очень богатый парень один, но он поступал, не очень у него была репутация. Всегда у него была репутация такая себе, да, по отношению к людям, именно как он говорил себя по отношению к людям. И вот он стал религиозным, искренне, то есть он понял, что это истина, что надо быть религиозным, что главное это духовная жизнь, главное всевышний. И он начал соблюдать заповеди, причем он такой экстремист, и начал он соблюдать очень резко и сильно, стартанул прямо профессионал. Знаете, как, если люди начинают бегать, они начали бегать, ходят там 10 тысяч шагов, и через 5 лет их встречаешь, ну как ты бегаешь? Бегаю, как? Хожу, 10 тысяч шагов так же, да. Вот это физкультурник. А есть люди, которые начал ходить 10 тысяч шагов, потом побежал 10 тысяч шагов, потом побежал десяточку, потом побежал полумарафон, потом марафонцем стал, потом ультрамарафонцем, потом триатлон, встречаешь его через там 3 года, а он вообще другой человек. У меня один был знакомый, он весил больше 100 килограмм, обработал в банке, а сейчас он мирового уровня по ультрамарафонам там вообще, ну нереально, то есть он стал совершенно другой личностью, то есть был такой тюфяк, а сейчас он ультрамарафонец там по 100 километров в гору и какие-то бегает вообще, ну то есть, Андрил. А этот стал такой же в Торе, он в Торе стал просто вообще там кабала, ну то есть вообще какие-то ушел в гебри вообще нереальные. И у него не прет, не прет у него и не прет, не прет и не прет. И он не понимает, почему не прет. Мне кажется, что сейчас про ультрамарафонца, это Анна Ренгу знает Стаса, да, его зовут Стас, забыл я фамилию, но он, да, сейчас он по всему миру ездит по этим ультрамарафонам, давно я про него не слышал, но когда-то он у меня даже учился, этот ультрамарафонец. А вот про этого человека я френдель, да, о, мы все тоже его знаем. А второй человек я не буду называть, кто это, да, но возможно то, что вы сейчас прочитали, что чем ближе человек к Богу, тем он больше выходит на свет. Вот я сейчас включил себе больше света на себя, освещение, да, и тут моргает, там моргает, тут видно доска какая-то грязная, чуть-чуть, да, то есть сразу все пятна вылазят на свет. Когда много света, вылазят все пятна, а когда много божественного света, вылазят старые пятна. Вот здесь мы поняли, что речь-то идет, главное, финиш-то главный, это выход из этого мира, да, то есть мы в этом мире набираем духовные дивиденды. И вот здесь, например, человек, он в материальном мире, он набирает материальные дивиденды, он хочет получить больше удовольствия, больше впечатлений, больше увидеть, больше хлеба, больше зрелищ, больше побед, больше, 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 больше потребления, то есть в какой-то момент вот это больше потребления, больше побед, больше денег может его завести в какую-то, знаете, ниже, ниже нуля, в негатив. И тогда он живет в другой концепции. Меньше проблем, меньше боли, меньше страданий, меньше лет осталось сидеть в тюрьме, меньше долгов, меньше того, меньше сего. То есть, он живет, или он тянется больше, больше, больше материального потребления, в какой-то момент он доходит до того, чтобы меньше было боли, меньше проблем. Это суть этого мира. Человек гоняется за удовольствием, в итоге получается страдание. Теперь, суть духовного мира, она другая. Человек, он с помощью торы, заповедей и добрых дел, он совершенствует свою душу. Он вкладывает в свою вот эту вот ту часть духовную, которую в этом мире ее монетизировать сложно. То есть, в этом мире ты ее монетизируешь, только уменьшая возможности страдания. То есть, то она ведет человека к золотой середине. Она говорит, будь скромным, не выделывайся, не надо, чтобы был на тебя злой глаз, людей не обижай, в конфликты не вступай, жену люби, будь спокойной, не гневайся. То есть, тора в этом мире, она говорит, пройди этот жизненный путь без экстремизма. То есть, здесь, по большому счету, делать нечего. Уровень, вот смотрите, что лучше. Лучший уровень, когда вот есть нулевые эмоции, есть позитивные эмоции, есть ярко-позитивные эмоции, есть сильно-позитивные и так далее, есть негативные эмоции. Теперь, тора нам говорит, смотри, живи спокойно, радостно. Да, спокойная, тихая радость. Не надо никаких всплесков. В всплеске-то они ведут, оп, всплеск, украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму, значит, алкоголь набухался, завтра голова болеет. С какими-то женщинами набулялся, запрещенными, да. Потом, значит, опа, ни жены, ни детей, ни радости, ничего, да. Вот. А Стас очень хороший тренер по бегу достал. Был просто такой какой-то банкир, он был, сидел в банке, в офисах, там, он весил 120 килограмм. А сейчас 120 километров бегает. Вообще, без остановки. Представляете? Ну, все, дорогие друзья, значит, сегодня мы закончили. Значит, если, я здесь, кстати, написал, что все равно есть, даже если человек делал вот такие вот вещи, то есть возможность, есть возможность из себя это снять, да. То есть, мы тоже учили же нам тереть этот шлейф, да, шлейф вот этих старых проблем. И второй вариант, который нам предложил царь Соломон, мудрейший из людей, он нам сказал так, что отец задик арбе, он говорит, не будь слишком большим цариком, не задирай планку. То есть, человек, который ровненько, спокойненько выполняет заповеди, который без экстремизма тоже в духовности, то есть, все, и не нужно экстремизма. Нужно спокойненько двигаться вперед в позитивных эмоциях, радоваться, тихонько радоваться, что есть вечная жизнь уже. Да, тот, кто уже учит Тору и верит в Бога, в единого Бога, в Царь Мироздания, у него есть уже зацепочка со Всевышним. То есть, он уже, как бы, свое «я» перевел на вот тот уровень. И постепенно надо теперь добавлять туда, вкладывать криптовалюту на вечность, Тора, Заповеди, Добрые Дела, делать раскаяние, очищаться внутри от плохих качеств, очищаться внутри от плохих эмоций, очищаться внутри от каких-то старых плохих привычек, от плохих действий. Итак, спокойненько, до 120 лет в этом мире, спокойненько жить здоровой, спокойной жизнью. И потом, значит, вечность. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Чтоб заслугу того, что мы учим Тору и искренне хотим приблизиться ко Всевышнему, чтоб Всевышний нам дал благополучие, здоровье, нам всем, нашим близким и тем, за кого мы молимся, дал благополучие, здоровье, деньги, хорошее настроение, хорошее отношение с людьми, внутренний покой, шалом, и чтобы был шалом в мире. Очень важно, чтобы вот эти вот люди, которые хотят воевать, чтобы они все, или они стали добрыми, хорошими, или быстрее закончили. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Спасибо.